Популярная политика Популярная политика Сергей Владимирович, слышите ли у нас? Да, я вас слышу. Я вас очень хорошо слышу. И я вас тоже отлично слышу. Еще раз приветствую вас. Ну, собственно говоря, первый вопрос. 33-й день войны. 33 дня Путин ведет эту войну. И война идет не только на поле битвы, но и в экономическом пространстве в том числе. Вводятся все новые и новые санкции против России. И, по моему мнению, если поначалу все были в каком-то ступоре от руководства страны, от руководства непосредственно каких-то финансовых институтов до простых людей, то как сейчас, на ваш взгляд, обстоят дела? Данил, понимаете, человек существо адаптивное и может привыкнуть ко всему. Может привыкнуть к самым тяжелым условиям жизни. И давайте все-таки честно говорить, что да, конечно, экономическая жизнь в России поменялась, но катастрофы не произошло. Ну, подумаешь, рубль стал неконвертируемым. Да, ну вот он был конвертируемой валютой. Вы в любой момент могли поменять рубли на доллары, на евро, на франки, поехать за границу, отдохнуть, купить себе что-то в интернет-магазине. А сейчас все этого дело нельзя. Ну, просто нельзя и все. Более того, даже если вы компания, которая занимается импортом, которая раньше могла прийти на валютную биржу, купить валюту, что не заплатить, сейчас это тоже нельзя, потому что нужно отправить бумаги в правительственную комиссию, в центральный банк, они будут рассматривать, чесать все, что у них чешется. И скажут, слушайте, а мы считаем, что это не надо. То есть, вот, в принципе, ну, наверное, без импорта можно прожить. Да, вот если вот так вот оглядеться, посмотреть, что там есть отечественного, ну, как с голоду не умрем. Да, и вот, ну, это случилось. И понятно, что полки магазинов в один день не опустили. И даже дилерские центры автомобильные, да, они тоже не опустили, там еще что-то продается, какие-то остатки. Вот, но постепенно все это дело будет уходить. Ну, подумаешь, сейчас никуда нельзя из России улететь. Ну, в общем, не сезон. Ну, кто-то там пропустил 8 марта, не смог слетать на панику. Ну, не так уж и много таких людей. Да, ну, сейчас приблизятся майские праздники. И опять никуда нельзя полететь. Приблизится лето. И опять никуда нельзя полететь. Да, и вот это вот ощущение того, что жизнь радикально меняется, оно будет приходить какими-то волнами. Да, и будет доходить. Вот, поэтому я думаю, что все чаще и чаще, вот как это, как герои мультфильма про Масяни, он говорит, слушайте, а что такое? А что случилось? Вы меня от всего отключили. Это кто сделал? Да, поэтому я думаю, что вот все быстрее и быстрее народ, население начнет понимать, что в общем в стране происходит что-то неладное. И начнут искать, естественно, кто принял эти решения, в чем проблема. Поэтому мне кажется, что вот просто сегодня такая причинно-следственная связь, да, вот цены подорожали на 2% за неделю. Три недели подряд. Ну, да, но цены всегда росли. Ну, сейчас чуть больше. Ну, как-то вот. Ну, это вот не является каким-то таким резким изменением жизни вообще. Да, вот когда люди начнут понимать, что это нельзя, это нельзя, этого нет, этого нет. Там вот Хайникен ушел, Карсбук ушел. Там Макдональдс остановился, да. И вот постепенно вот ощущение того, что жизнь откатывается там на десятилетия назад, оно будет приходить. Поэтому мне кажется, что просто в состоянии ступора, да, и приспособление к новой жизни. Понятно. Ну, вот мы сейчас как раз затронули тему, то что еще что-то на полках есть. Ну, вот по мнению экономистов, где-то на 2-3 месяца еще остается запасов тех брендов, которые решили ограничить вообще уйти из страны. То есть пока этой паники еще нет, они пока еще где-то, эти товары, может быть, есть еще, есть какая-то возможность где-то их найти. Но что потом? Мы уже видели белорусские креветки, теперь увидим казахские? Нет, мы их не увидим. Ну, просто, понимаете, одно дело, когда были, ведь белорусские креветки, белорусские устрицы, это же были контрсанкции, введенные Россией. Это Путин запретил привозить все это в страну. Это же не западные страны, объявили бойкот, объявили торговые ограничения, объявили неконвертируемость рубля. Это Путин решил запретить вывозить в Россию какое-то продовольствие из каких-то стран. Но поскольку Лукашенко не дурак, а директор совхоза, он очень хорошо понимает, как строить экономику в таких условиях тотальных запретов. У него фактически имеется в аренде один метр государственной границы российской, через которую он наладил все это поставки. Но теперь, собственно говоря, и Беларусь находится в еще более жестких ограничениях, чем Россия. С ней тоже никто не хочет иметь дело. А самое главное, что теперь ограничения, санкции вводятся с другой стороны, со стороны Запада, со стороны тех, кто поставляет эти товары. Никто покупать их, в принципе, мог бы. Поэтому я сильно сомневаюсь, что Казахстан, Армения, Киргизия, Узбекистан, Таджикистан захотят получить себе всю прелесть западных санкций. Пока они, конечно, к санкции не присоединяются, они санкции осуждают, они санкции не поддерживают. Но санкционный режим нарушать никто не будет. Поэтому никаких там казахских, не знаю, айфонов, или казахских автомобилей их не будет. Поэтому как кончатся запасы, значит они и закончатся. Знаете, как вот там компания Тетропак, которая делает упаковки для молока, для соков, они говорят, у нас вот кончаются импортные всякие ингредиенты, из чего мы можем делать пакетики. Поэтому сейчас вот это перестанем производить. Там вино в двухлитровых пакетах. Ну, подумаешь, вино в двухлитровых пакетах. Ну, не бог весь какой продукт. А потом мы соки не сможем производить, а потом морсы, потому что все будет направлено на молоко. И вот это вот постепенное размывание, постепенное исчезновение товаров, оно будет продолжаться. И никто не знает, где она остановится, и вот до какого состояния дойдут наши полки магазинов. Понятно. Ну, вот как раз вы упомянули Тетропак. У них сырья там осталось на месяц-полтора. АвтоВАЗ сначала кричал просто во все горло о том, что вот, наконец-то, наш рынок пришел. Что мы увидели? АвтоВАЗ замораживает производство, переводит людей на 4-х дневные рабочие недели из-за нехватки каких-то запчастей, которые нельзя произвести в России. То есть импортозамещение встало из-за задержки поставок зарубежной продукции. И вот только сегодня как раз глава Минпромторга Мантуров сказал, что перебоев с поставками одежды не будет. У России на рынке есть достаточное количество отечественных производителей. Я так понимаю, что это намек на то, что надо как можно быстрее бежать в магазин за одеждой, правильно? Ну да, это такой тонкий намек на толстые обстоятельства. Опять, Данил, давайте все-таки, как это, честное слово, вот не будет катастрофы в экономике, не будет такого, как в Советском Союзе, когда в магазинах ничего не будет. И если только там правительство, но это уже, видимо, не мантру, хотя он тоже может к этому присоединиться, не начнут замораживать цены. Вот товары из полок магазинов исчезают не тогда, когда там мало импорта или мало производства. Товары исчезают, когда пытаются заморозить цены, когда спрос превышает предложение. Так товары могут оставаться какие-то, может даже импортная одежда, потому что, в принципе, ну, как сказать, на экспорт одежды в Россию никто ограничений не вводил. То есть, в принципе, наверняка найдутся какие-нибудь там индийские, и бразильские, и мексиканские, и китайские производители, которые будут с радостью поставлять свою одежду в Россию. Ну, она будет чуть худшего качества, она будет стоить дороже, чем мы привыкли, потому что, когда нет конкуренции, да, с европейскими, американскими марками, они будут повышать цены, логистика будет стоить дороже. Вот все будет выливаться в рост цен. Да, поэтому сказать так, что вот, ну, в России вообще исчезнет одежда, ну, Мантуров в этом отношении прав, если он не будет цены ограничивать. Но просто это будет не та одежда, к которой привыкли. Будет стоить она дороже, не знаю, в два раза, в полтора раза, но точно будет стоить дороже. Понятно. Ну, как раз, как бывшего сотрудника Минфина и Центробанка, который знает, как все это устроено, хотелось бы вас спросить, замораживать цены они не будут, но, видя ситуацию сейчас, как, на ваш взгляд, будет выстраиваться политика всех вот этих вот институтов в отношении экономики, учитывая те реалии, что, я думаю, что везде понимают и наверху, и внизу, что особо изменений не будет никаких, и завтра прямо никто ничего не отменит. Данил, я думаю, что сейчас никто не понимает, что будет даже через три месяца или через шесть месяцев, потому что мы можем только догадываться, потому что у нас еще не вся картина в голове есть, не все решения приняты, война, вообще говоря, еще не закончилась, и новые санкции, они впереди. И мы можем только рисовать какие-то контуры. Ну, вот смотрите, первое, я уже начал говорить, это то, что конвертивность рубля исчезла. То есть, вот рубль нельзя поменять на доллары, даже нельзя снять евро, доллары со своего валютного депозита, если у него там есть в сумме больше 10 тысяч долларов за ближайшие полгода. Соответственно, все, что связано с импортом, это будет решаться в особом порядке. Вот каким-то образом правительство будет кому-то разрешать, кому-то не разрешать. Вот это одна часть. А вторая часть, очевидно, вот о чем мы уже начали говорить, это то, что они будут дергаться из-за повышения цен. Вот сейчас, как говорит мой друг и коллега Сергей Гуреев, российское население проявляет исключительную экономическую грамотность и бежит покупать сахар не потому, что будет гнать самогон, потому, что понимаешь, что через неделю сахар будет стоить дороже. Абсолютно рациональное поведение экономических агентов. Вот. И, соответственно, вот сейчас сахар, потом гречку, потом подсолнечное масло, потом еще что-то, все, что может долго храниться. Вот. И, естественно, власти будут дергаться и каждый раз пытаться надавить на производителей, на торговые цены, с тем, чтобы они каким-то образом вот сами не повышали цен. И, соответственно, вот будет это стоп-энд-го политика. То есть, ограничили цены, народ прибежал, весь сахар вынес. Что делать? Вот что хуже, когда сахара в магазинах нет или когда сахар в магазине есть, но более дорогой. И мне кажется, что пока вот это вот шараханье, оно будет туда-сюда происходить. Дальше, вот пока имеется, что они объявили? Они объявили, что там Путин объявил, что собирается бороться с остановкой производства на тех компаниях, на всех предприятиях, где владели иностранцы, которые прекратили работу в России. Ну, сказать это проще простого. Можно даже вывеску Макдональдс поменять на вывеску дядя Ваня. Вот. Но это не факт, что вы сможете производить стандартную булку с котлетой, как сказал Медведев, во всех 860 точках Российской Федерации, где существует Макдональдс. Дай Бог вам с одной точкой управиться, а самое главное, чтобы люди не начали травиться от этих котлет, а самое главное, чтобы по соотношениям цена-качество это было конкурентно. И вот это у них будет какой-то идеей фикс. То есть, вроде бы как, завод есть, оборудование есть, и вроде бы даже менеджера поставили, и вроде даже рабочие пришли, а что-то не работает. Вот какого-то там, не знаю, Джона Смита нет, который знает технологию, который знает температурный режим, который знает, сколько времени там, в минутах, секундах, сколько вешать в граммах. Вот этого Джона Смита нет, и ничего не работает. И вот это будет такое вот резкое шараханье, дерганье, попытка покупки менеджеров за границей. И я думаю, что вот это самое главное. То есть, вот степень неопределенности, она с этим связана. Сколько российских компаний остановят производство по причине того, что западные владельцы прекратили работу, а также, сколько, вот, можно бить себя в грудь, вот как этот директор автоваза, я уж не знаю, какой сейчас там зовут, вот, который у нас есть модели, которые отечественные. Возможно. Возможно, у него в списке все комплектующие для этой модели отечественные. Но когда он сделает шаг в сторону, то есть, к поставщику, то выяснилось, что у того поставщика есть что-то импортное. Или у поставщика, его поставщика есть что-то импортное. И вот эта часть, она маленькая, не знаю, в цене машины, может она стоит там 100 долларов. Но она не придет. А без этого машину собрать не получится. Да, там вот, ну, есть там, опять, тот же самый Мантуров и Чемизов, которые Ростехом руководят. Они говорят, что у нас есть замечательный самолет Ту-204, Ту-214. что он там сделал где-то в начале 80-х годов вообще спроектирован. Вот. Там все отечественное. Я пообщался с поставщиками комплектующих для этого самолета и выяснил, что вот они-то поставщики отечественные, но у них 70% спецификации это импортное. И вот мне кажется, что ближайшие 3-6 месяцев они говорят, что уйдут вот на понимание реальной импортозависимости России, российской экономики вообще. И здесь сказать, что они будут делать, как они будут делать, как они будут реагировать, они будут очень сильно дергаться. Мне кажется, что вот это будет главный мотив экономической политики. Ну, как раз хотел вас спросить в том числе еще как бывшего члена Совета директоров Аэрофлота. Сейчас в принципе все полеты они внутри России за некоторым исключением. пока все те Боинги, грубо говоря, ну, если нельзя сказать слово украли, ну, хотя, наверное, почему нельзя, можно, но смысл в тех Боингах, которые сейчас стоят на земле и которые летают иногда между российскими городами, он есть. Когда начнется через 3-4 месяца история с необходимостью обслуживания этих Боингов, Насколько я понимаю, весь гениальный план России будет заключаться в том, чтобы как мы будем чинить Боинги и Эйрбасы просто брать запчасти из рабочих Боингов, переставлять в нерабочие, потому что у меня другой нет идеи, как еще оставить авиапарк более-менее целым, ведь людям надо будет каким-то образом передвигаться, а поезда не выдержат всех этих нагрузок, а наш сухой Суперджет-100 особо не летает и вряд ли состоит полностью из российских запчастей. Данил, вы абсолютно правильно говорите, что на самом деле сегодня 28 марта и сегодня последний день, когда Россия должна вернуть все лизинговые самолеты. Что называется выполнить обязательства, потому что лизинговодатели сказали деньги на бочку, возвращайте все на базу и все. Поэтому сегодня они еще не украдены, а завтра если они останутся в России, то их уже можно будет называть украденными. Вы абсолютно правы, это так называемый иранский сценарий, когда правительство России в принудительном порядке заставляет авиакомпании оставить самолеты в России. Ведь даже если вы аэрофлот государственной компанией, вы владелец какой-нибудь частной компании, и вы вообще говоря заботитесь о своей репутации, вы считаете, что лучше я вообще закрою этот бизнес, но у меня будет честное имя и я никаких проблем с Европой, с Америкой иметь не хочу, у меня жизнь длинная, у меня у детей жизнь длинная. И вы хотите вернуть самолеты, но вы не можете этого сделать. Потому что чтобы вернуть самолеты, вы должны получить разрешение правительственной комиссии, опять-таки, другой. То есть не той, которая валюту делит, а уже другой. Сейчас у нас как министерство правительственной комиссии, комиссии при президенте, штабы, оперативные штабы, генеральные штабы. Ну то есть у нас там сейчас одни комиссии. Чуть-то сразу нужно комиссию создать. И они вам не говорят нет, пусть и постоит. Для любой авиакомпании, вообще говоря, самолеты, которые не летают, это убытки. Потому что у вас растут ваши обязательства перед лизингодателем, а вы там, даже если вы летаете, вы получаете рубли, и вы не можете конвертировать их в доллары, чтобы отправить. В общем, вот правительство, что называется, всех в принудительном порядке повязало крови. Сказало, все, воруем все. Даже если ты не хочешь воровать, мы заставляем тебя это сделать. Вот ты просто, вот просто ты фактически становишься соучастником всей этой массовой кражи. Вот. И, соответственно, да, сценарий иранский, там, условно говоря, половина самолетов стоит на бетоне и слушает, как парк запчастей. И по мере того, как там кому-то что-то нужно, эти самолеты потихонечку разбираются и живут. Вот таким образом летают. Вопрос, там, сколько это продержится, да, когда, ведь мы же, когда смотрим, ну, сейчас, в последнее время, слава богу, там, авиационных аварий стало в России намного меньше, но, в принципе, в каждой авиационной аварии в России это человеческий фактор. Да, это вот что-то человек сделал не по правилам. Причем, это может быть пилот, это может быть механик, это может быть, не знаю, там, бортроводник, да, нет, наверное, слесарь, сантехник и так далее. Вот, и поверить в то, что российские компании, которые никогда не занимались ремонтом боингов, ремонтом аэрбасов, вот у них такие уникальные левши, которые все сделают правильно и там все, что нужно, довинтят, все, что нужно, закрутят и каждую деталь правильно подсоединят, у меня в этом есть большие сомнения. Значит, в какой-то момент летать на самолетах, западных самолетах, но управляемых российскими пилотами, которые, в принципе, к пилотам, может быть, и претензий не быть, да, вот на них станет небезопасно. Когда это случится, в каком объеме, опять прогнозировать мы, конечно, не можем, но это вот, как сказать, тот плохой сценарий, в который правительство осознанно всех толкает. Но я правильно понимаю, что в любом случае, что бы сейчас не происходило, обратной дороги нет. И как раз, если мы говорим именно об авиационном парке, вот этом вот большом бизнесе, здесь, как бы, ты уже летишь с горы вниз, потому что у тебя в любом случае не будет импортных самолетов, а авиазаводы России, там, сегодня я читал новость о том, что они хотят на Ту-204, там, как вот специальный летный отряд Россия, да, который всех, всю нашу верхушку перевозят из одних местом другие, но теперь уже не особо перевозят, потому что до бункера, я так понимаю, и поезда нормально ходят. Вот насколько, насколько вероятен вообще сценарий, что даже если сейчас прямо они сделают заказы, авиакомпании сделают заказы на российским авиазаводам, Воронеж, еще какие-то другие, что к тому времени, как те самолеты, которые есть сейчас, выйдут вообще из строя, будут готовы новые? Или все, мы просто готовимся к тому, что мы потеряли авиабизнес? Слушайте, вот просто сразу отвечаю, да, это сказки. Ну, то есть, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. В России летает, ну, что-то порядка 1300 импортных самолетов, Airbus и Boeing, чтобы мы понимали количество. Ну, предположим, там, за границу летать не будем, валюту не конвертируем, и нужно стране 700. Да, там, министр транспорта Савельев говорит, что нужно вернуть 500 самолетов. Окей, вот давайте возьмем цифру 500 самолетов нужно вернуть. И есть два типа российских самолетов, которые, три типа, российских самолетов, которые можно, вот что называется, сейчас производить. Ну, первое, это Superjet. Начнем с того, что там тоже есть комплектующие импортные, много, там есть французские двигатели, даже на российских двигателях есть французские комплектующие, то есть, и максимальное производство Superjet'ов, это 14 штук в год за последние три года. То есть, вот это вот среднее, сколько их производят. Там, если вот вообще, что называется, на проектную мощность, 36 штук в год. Это вот проектная мощность завода в Комсомольске-на-Море. Больше, вот, не получаем, ну, то есть, вот больше невозможно, даже если, но он никогда столько не производил. Он никогда столько не производил. Вот, и дальше нужно хорошо понимать, что Superjet' это узкофюзеляжный, и самолет, который с полной загрузкой 95 пассажиров с грузом, он вообще, говорят, даже до турецких курортов долететь не может. Он нужна промежуточная посадка в Сочи. Ну, и в Египет он не может долететь, да, или он летит там на одну треть пустым в Турцию, а в Египет ему все равно там посадка в Сочи будет нужна. Вот, соответственно, это самолет, и везет там не 250 пассажиров, как Airbus или Бонг, а везет 95. То есть, вот, но, предположим, что каким-то образом там накопили комплектующих и штук там, ну, не знаю, давайте 50 штук от щедрости в ближайшие 5 лет они произведут, ну, в 3 года. Там, те же самые 14 штук в год, там, да, за 3-4 года они произведут 50 самолетов. То есть, вот, 10% от меньшей емкости, ну, бог с ним. Вот, дальше есть самолет под названием Ил-96, который производится, должен, может, может, правильно говорить, производиться на Воронежском авиастроительном объединении, в АСО, максимальная производственная мощность 2 самолета в год. 2. И самолет типа Ту-204, 214, который производится, сейчас у нас в Казани, может производиться в Казани, в Ульяновске были мощности, пока не очень знаю, насколько их можно снова задействовать. Максимальная производственная программа 4 самолета в год. вот, чтобы вообще мы понимали, даже убирая вот все, что говорится про комплектующие, да, есть там импортные, нету, ну, предположим, левши что-то научатся делать. Но это означает, что вот 6 самолетов в год могут производить, ну, плюс 14 суперджетов, итого 20. Делим 500 на 20, получается, что за 25 лет Россия, ну, Путин столько не проживет. Вот, это точно можно сказать. Да, то есть, он, не он, не Савельев, не Мантров может, он молодой, может дожить до той светлой поры, да, когда российские самолеты полностью вытеснят парк Боингов и Аербасов по количеству. Но, вообще говоря, не факт, что они 20 лет прослужат. Да, там, очень даже может быть, что к тому времени уже какие-то самолеты составятся. Вот, насчет, и первая часть вашего вопроса очень, как сказать, важна, я ее так проскочил, но я сейчас вернусь. Означает ли это, что нет пути назад? Да нет, конечно, не означает пока, как это, пока еще не поздно нам сделать остановку кондуктора Путин, нажми на тормоза, да, закончи войну в России, в Украине, выведи войска, подпиши с Украиной соглашение о границе, подпиши с Украиной, с Европой, с Америкой соглашение о том, как ты будешь и сколько ты будешь платить компенсацию Украине за разрушенные города, за разрушенные предприятия, за утерянные личные имущества. И, там, глядишь, потихонечку можно будет договориться, в каком порядке с тебя будут снимать санкции. Ну, вот скажешь, слушайте, ребят, вот самые жизненные для меня, это, там, резервы Центрального банка и Минфина. Ну, хорошо, это первое. Что для тебя второе? Для второго, для меня, там, предположим, самолеты. Ну, хорошо, пусть у тебя будут самолеты, да, или там, третьим самолетом, или пятым самолетом. То есть, вот, я думаю, что, вот, фраза о том, что сейчас нельзя, вот сейчас еще можно, да, потому что, ну, вот сейчас, мы же понимаем, еще только завтра самолеты станут ворованными, да, и понятно, что еще какое-то время у западных стран, у них будет желание идти на компромисс, на какие-то соглашения, да, ну, компромисс это всегда что-то посередине, да, вот, поэтому вот такая история. Понятно, ну, конечно же, всегда, всегда можно остановить все это. Вопрос, хочет ли этого Путин или нет, остается пока открытым, но вот война, она в любом случае рано или поздно кончится. Связано это будет с физическим прекращением существования Путина или нет, это уже другой вопрос, но означает ли окончание войны начало необратимого восстановления экономики само по себе? Да, нет, конечно, я же сказал, да, что восстановление экономики, оно как зависит от нескольких, скажем так, несколько драйверов восстановления экономики, да, первое, это вообще говоря, нормализация экономической жизни у людей в голове, ну, как вот, инфляция движет, инфляционные настроения, инфляционные ожидания, в принципе, там, у экономических субъектов, вот, у владельцев компаний, у генеральных директоров, у них же в голове, они же люди не глупо, они понимают, да, что, когда идет война, то, наверное, индустрии развлечений не всегда, там выходит на первое место или что-то еще, да, соответственно, вот просто чисто психологически, да, нужно, чтобы война завершилась, второе, мы уже говорили с вами сегодня об импортозависимости, импортозависимость российской экономики колоссальная, да, мы, я думаю, что нет в стране, вообще говоря, ни одного человека, кто реально понимает, насколько это зависимо, да, и соответственно, восстановление конвертируемости рубля, восстановить, хотя бы по текущим операциям, на уровне экспорта, импорта, я уже не говорю там про капитальные операции, то есть вернуться куда-нибудь, вот текущая конвертируемость рубля, это вообще говорят 94, 95, 96 года, когда эта задача решалась, да, вот, чтобы снять ограничения на экспорт-импорт, вот, соответственно, вот это, да, и тогда это позволяет хотя бы те позиции, где нет санкций, где западные компании не ушли, или где есть там отечественные компании, да, вот эту часть восстановить, следующая итерация, да, убедить западных менеджеров, западные компании, чтобы они вернулись, они уходят же не из-за того, что введены санкции, они ушли из-за того, что на них давит общественное мнение, да, общественное мнение Европы, общественное мнение Америки, они говорят, ребята, мы не хотим, чтобы вы зарабатывали на крови, значит, российские власти должны будут продемонстрировать свои мирные намерения, да, и они там вот должны будут общаться с европейскими политиками, ездить в парламенты, выходить на улицы, общаться с людьми, объяснять, что мы не кровожадные, что мы больше не хотим, что, смотрите, вот мы с Украиной договорились, да, о мире, как компенсация, мы еще, вы знаете, вот мы еще из Молдовы уйдем, мы уйдем в свою 14-ю армию, вот мы еще и Южную Осетию в Грузию вернем, и про Абхазию забудем, и из Белоруссии свои войска выведем, но у нас есть там две базы, которые для нас стратегически важны, да, узел связи и радиологационный, уж давайте мы договоримся об особом режиме, но больше ни одной ноги российского солдата там не будет, ну то есть вот потребуется какая-то длительная работа, чтобы убедить европейское общественное мнение, там мы военный бюджет ограничим, там не знаю, в два раза сократим его, да, мы там, ну то есть, что-то нужно будет такое рассказать, с тем, чтобы те компании, которые уже работали в России, у которых есть здесь производство, чтобы они вернулись, а уже следующая итерация, да, это там добиваться того, чтобы новые компании приходили и создавали, как там Путин говорил, 25 миллионов высококвалифицированных, высокооплачиваемых рабочих мест, вот, соответственно, это вот будет уже следующим этапом, ну то есть вот, знаете, как, если, честное слово, да, вот если на все это делалось, я сейчас как это кремлевский фантастер, рассуждаю на эту тему, ну такая программа лет на 10, ну то есть вот, вот даже если прямо сейчас начать, или начать, как говорил Михаил Сергеевич Карпачев, да, то я думаю, что лет за 10, вот экономику можно будет в нормальное состояние вернуть. Почти 20 тысяч человек нас смотрят, поставьте, пожалуйста, лайк этому эфиру, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали. Сергей Владимирович Алексашенко у нас в гостях, ведущий российский экономист. Сергей Владимирович, такой вопрос, сегодня обратил внимание на очень странную штуку, для меня непонятную, и возможно непонятную большинству, но вы как экономист, возможно, нам всем и объясните. На Мосбирже сегодня возобновились торги, всеми российскими акциями, и утром была такая аномалия, что, ну такая иллюзия нормальности, можно сказать, индекс Мосбиржи, он не рухнул, ну он упал на 2%, но он не рухнул, а магниты «Газпромнефть» вообще в какой-то момент там дорожали. То есть, вот эта вот паника, она прекратилась, или с чем это может быть связано? Смотрите, Данил, ведь финансовый рынок, это же, ну как сказать, не колхозный рынок, куда-то все приходят, и что-то там хаотически бегут, покупают, увидел, купил. Там есть, что называется, розничные инвесторы, люди, физические граждане, у которых большие портфели, у которых маленькие портфели, там есть крупные инвесторы, это банки, это страховые компании, пенсионные фонды, и там есть иностранные инвесторы, которые там тоже что-то держат. Ну давайте с конца начнем, с иностранных инвесторов. Да, и вот роль граждан, она, ну вообще минимальная, там, не знаю, там в пределах 5%, наверное. Иностранцы. Ну в принципе, конечно, надо бы все продать, и к чертове матери валить из России. Но, продать ты продашь, а что ты дальше будешь с этими рублями делать? Их тебе зачислить на счета типа С, и все. И вот ты с ними там будешь сидеть, да, неизвестно сколько, неизвестно когда, и неизвестно там, какая еще будет в России инфляция, девальвация. Ну то есть вот, если ты не понимаешь, как ты можешь вывести, вот деньги, которые ты получил от продажи своих активов, даже не очень важно, заработал ты на этом, проиграл ты на этом. Вот даже если ты 90% денег потерял на этих инвестициях, ты их все равно не можешь забрать обратно. Соответственно, они говорят, ну слушай, давайте мы лучше сидеть, да, и, ну потому что вообще непонятно, вот лучше мы вообще ничего не будем делать, чем мы сделаем сейчас ошибку. Потому что, ну вот, этот понятно. Дальше есть крупные российские инвесторы, банки, страховые компании, пенсионные фонды. А у них та же самая ситуация. Если они сейчас продадут, то они зафиксируют, ну многие из них зафиксируют убытки. Потому что, вот там, при том, что сегодня там индекс Мосбиржи вырос на 2%, если посмотреть, куда они там, на середину февраля, там за неделю до начала войны, то он упал процентов на 30. Да, это означает, что вот те, кто покупали, да, у них понесут, кто-то 10% убытков, кто-то 15. Но, вообще говоря, им этого тоже не очень хочется. У кого-то бонусы к этому привязаны, у кого-то, они тоже люди. Да, а тут им центральная банка, говорят, ребят, не волнуйтесь, не волнуйтесь, вот мы с вами, я вам с точки зрения ваших бухгалтерских балансов разрешаю держать акции и облигации вот под тем ценам, которые были до войны. И не переоценить. В принципе, они должны каждый день производить переоценку по рынку. Да, я говорю, не, все, не надо. Вот вы сами, если ты продашь, ты показал убыток. И ты как менеджер принесешь там не бонус, а это самое. Хорошо, если на работе останешься. Вот, а если ты не продал, то у тебя все хорошо, у банка все хорошо, центральный банк никаких претензий не предъявляет. Соответственно, мы что делаем? Мы не продаем. И в результате остается вот какая-то не очень большая группа частных инвесторов, ну, или те, кому деньги просто, что называется, до зарезу нужны. Ну, и, а их, в общем, на самом деле, не так много. Дальше всегда, опять, я не знаю, там, есть ли в вашем списке вопросов, но вот когда я веду свои стримы, у меня же постоянно вопросы задают, типа, а куда деньги вложить? вот как, как вот те рубли, если у тебя есть рубли, как их вот обсуждать, хоть что-то сберечь? Наверняка есть какая-то группа инвесторов, которые считают, ну, слушай, ну вот, может лучше все-таки эти акции купить, да, вот, чем просто так в рублях держать, да, а может быть есть какие-то инсайдеры, вот, связанные с тем же самым магнитом, Газпром, нефтью, они, например, знают, что там дивиденды будут выплачиваться, и дивиденд составит, не знаю, там, 50% от нынешней цены акций. Ну, он говорит, слушай, ну, вот если я знаю, сколько мне заплатят дивидендов, ну, то это означает, что, в принципе, я покупаю за половину цены, да, и вот эти вот уже маленькие кусочки, они начинают двигать рынок, просто видно же по объему торгов, что он очень маленький, и поэтому удивляться этому не надо. Понятно. Кстати, сегодня было заявление группы G7 о том, что они не собираются платить России за энергоресурсы в рублях. В этот же момент Песков сказал, что, ну, бесплатно мы уж точно ничего не будем делать, будем разбираться и так далее, и так далее, и так далее. Европа тем временем, в любом случае, каким-то образом, но до 2027, если я не ошибаюсь, года, будет обязана покупать у России все эти энергоресурсы, не потому что она должна, эта Россия, а потому что, в любом случае, зима имеет свойство приходить, как бы мы того не хотели. Вот этот вот, вот эта вот помешанность на том, что все мы сейчас будем продавать только за рубли, это блеф? На что идет расчет? Это болезнь воспаленного сознания, одного конкретно взятого человека, который считает, что в мире тоже все происходит по его приказу, ну, или, по крайней мере, в России. Вот если он приказал Газпрому продавать газ за рубли, то Газпром пойдет и будет продавать газ за рубли. Вопрос, где хочет ли кто-то платить за газ рублями, и где он будет эти рубли брать, он говорит, это не мои проблемы царские, пусть разбираются. У Газпрома в контрактах написано с потребителями там сроки оплаты, форма оплаты, валюта оплаты, банковские счета, и по состоянию на сегодня санкции, санкционный режим введенный, он никак не ограничивает получение российскими компаниями платежей за поставку энергоресурсов. Соответственно, ни у кого из европейских потребителей, компаний, в данном случае, нет желания платить за газ рублями, ну, потому что, в первую очередь, как говорится, чтобы у тебя были рубли, ты должен продать валюту на московской бирже, после этого деньги зачисляешь на какие-то счета, и тут санкционный боков, а мы их заблокировали. Ну, ребят, вы месяц назад заблокировали огромное количество денег, и вы хотите, чтобы мы вам верили, что вы этого не сделаете. Вот, уже этого достаточно, чтобы никто не соглашался переходить на оплату в рублях. А дальше этот курс вашего рубля, он то туда, как заяц, то вверх, то вниз, то вправо, то влево. Мы же даже посчитать не можем, во что это нам обойдется. Вот, поэтому оставим как есть. Нас устраивает, нас как потребители устраивают те платежи, которые есть. Поэтому никакого желания переходить на расчеты в рублях нет. Я бы сейчас не сильно парился по поводу того, что сказал Песков, потому что, в принципе, он сказал, что бесплатно поставлять не будем. Ну, а ведь никто же не отказывается, платить, Все, потому что, если Газпром откажется поставлять газ, ну, во-первых, у него возникает своя проблема, он уже там газовую трубу закрыть в месторождении, вентили завинтить, да, и, 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 как жить дальше, не очень понятно. А дальше идти в суды, потому что его по контракту европейским потребителям, он должен газ поставлять. То же самое у европейских потребителей. У них же есть контракт в этой купе, или берешь, или платишь. И там, по-моему, даже не до 27-го, там длинные, самые длинные контракты Газпрома истекают то ли в 35-м, то ли в 37-м году. То есть не все, а какая-то вот их часть, она такая достаточно длинная. Вот. И поэтому европейские потребители, они, в общем, тоже там платить Газпрому за грубое нарушение контракта, просто мы не будем покупать. Они не хотят. Поэтому, говорит, нас контракт устраивает, оставим все как есть. Ну, как это, как сказал Песков, на дня Газпром должен пойти к Путину и доложить, что Ваше Величество может на Луну построить невозможно. Пусть рассказывают. Или скажут, что мы сделали все возможное, знаете, строим материалов не хватило. Сергей Владимирович, уже больше, чем полчаса мы с вами говорим, и чуть не забыл у вас спросить о самом главном, о том, о чем вас спрашивают просто на каждом стриме, куда вы приходите. У нас сегодня за весь эфир, кстати, ни разу не прозвучало слово дефолт. Просто каждый раз, когда возникает какая-то тема, связанная с экономикой, с самого начала войны, которая идет уже 33-й день, нам все говорят, ну, вот сейчас дефолт. Вот сейчас мы уже перестанем иметь возможность отвечать на какие-то свои долги экономические, отвечать непосредственно по своим бумагам. Сначала была цифра середина марта. Сейчас об этом уже говорят меньше. Так все-таки что, будет дефолт или нет, и когда ждать-то? Ну, если мы говорим о дефолте в узком смысле слова, то есть вот не платеж, Российской Федерации по долгам, то у меня ощущение, что вот это вот, то же самое болезнь воспаленного сознания, который сказал, что платить будем в рублях и на счета типа С, вот, но все-таки ему кто-то смог объяснить, что это все равно будет дефолт. То есть вот, что не заплатить вообще, что заплатить в рублях на счета типа С, это будет примерно, ну, с точки зрения юристов, это одно и то же, тем более, что там и юристы, рейтинговые агентства сказали, да, это дефолт. Вот, и цена вопроса, 4 апреля будет большое, должно быть большое погашение Минфина еврооблигаций, самое большое в этом году, там 2 миллиарда долларов, и в принципе, вот, ну, и все остальные процентные платежи, они, по-моему, в пределах полутора миллиарда, растянутые по году. Ну, то есть вот, цена вопроса, обслуживание долгов Российской Федерации, в течение года, 3,5 миллиарда долларов. Эти деньги у Минфина есть, там, то, что ту валюту, которую экспортеры продают на рынке, Минфин может совершенно спокойно за рубли покупать, пользуясь своими счетами в России, которые под санкции не попадают. Платежи в обслуживании долга могут проходить, санкции их не запрещают. То есть, в принципе, вот нет никаких объективных обстоятельств, как и в 98-м году, когда в России просто не было денег. там каждую неделю нужно было платить миллиард долларов. А здесь, там, за весь год 3,5. Вот, то есть, просто у Минфина деньги есть, возможности есть, ну, было больное сознание человека. Вот, ну, ему объяснили, сказали, потому что, если мы сейчас не заплатим, то тогда все остальные инвесторы, которые, там, долгов, обязательств России на 38 миллиардов, они объявляют кросс-дефолт, то есть, приносят нам все бумаги, платите. Потому что везде написано, если по одному выпуску не заплатил, то мы тебе можем предъявить бумаги к досрочному погашению. И ты обязан их погасить, вот все эти 38 миллиардов заплатить. А не заплатишь, суды, аресты активов, а активы и так заморожены. То есть, то есть, когда они все-таки взвесили плюсы и минусы, выяснилось, что плюсов никаких, а есть одни минусы. И вот последнее, там, действие Минфина, когда они начали платить купон, причем так молча, ну, мы типа заплатили, отстаньте, заплатили. У меня складывается ощущение, что эта тема как-то съехала с повестки дня. Ну, в общем, сознание не то, чтобы оно, это самое, нормализовалось, но, по крайней мере, его повернули на другую тему, и про эту тему забыли. Решили не возбуждать больше. Понятно. Ну, если недалеко сильно уходить от этой темы, Фонд Национального Благосостояния. Просто огромная, огромная кубышка, в которую складывали, 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 и вот наскладывали, 600, по-моему, миллиардов, да? А получилось в итоге так, что половина из них сейчас вообще никак не доступна, а другая половина в золотых слитках, которые не особо, наверное, кто-то и захочет покупать, потому что это золото, так или иначе, оно токсичное, да? И получается, все это мы уже не увидим никогда, или должна кончиться война, или какие-то другие произойти, более физически обоснованные действия и процессы с Владимиром Путиным, и тогда мы все-таки это увидим. Когда будут разблокированы средства ФНБ, если будут вообще? Данил, давайте методологию определимся. Значит, есть понятие золотовалютной резервы России, это 640 миллиардов, там, на 1 февраля, 643 миллиарда. Внутри этой суммы лежат валютные активы Фонда национального благосостояния. Их там что-то, ну, порядка 120, может быть, миллиардов долларов. То есть, вот эта часть, то есть, примерно 20% от 640, это вот то, что принадлежит Минфину. Да, то есть, вот это не в сумме, а вот эта часть. Значит, действительно арестованы. Для простоты мы сейчас будем говорить про 640, которые там, и этими деньгами Минфина, ФНВМ все равно управляет Центральный банк. Они на его счетах за границей хранятся. Поэтому мы говорим обо всех суммах. Вот, ну, первое. Вообще-то говоря, когда и Центральный банк вырабатывал свои принципы управления валютными активами, золотовалютными резервами, и Минфин прописывал все документы про Фонд национального благосостояния, вводный о том, что должно быть их хранение устроено таким образом, что у нас будет война с Америкой, вот такого никто не ставил. Да, то есть, вообще-то говоря, всегда считалось, что Россия мирная страна, ни на кого накладать не будет, войны не будет, ну, и, соответственно, задача сделать так, чтобы активы были, ну, самое главное, да, то есть, в отличие от Норвегии, у нас нет задачи заработать на своих активах, да, у нас задача есть, чтобы они сохранить, чтобы они вот были всегда доступны, чтобы их всегда можно было, опять, в мирных условиях. Да, вот, это вот базовое понятие, потому что, если бы, если бы, там, на самом деле, принципы управления валютными активами Центрального банка, мы их еще там в году в 97-м, мы начинали утверждать, вот если нам в 97-м году, или там, не знаю, в 2017-м, на Биуллиной вы сказали, что вы слушаете, Эльверским заодно, вы там, это самое, в своих принципах управления золотовалютными резервами, вы знаете, вы теперь сделаете так, что у нас будет война. И, кстати, там, вот совет директоров начинает обсуждать документы, валютный департамент, и, ребят, мы организуем управление валютными резервами, так, что у нас война. Но, представьте, какая паника началась. Соответственно, им сказать было нельзя, и все сделано под мирное время. Вот, поэтому, предъявлять претензии на Биуллиной, что она их так разместила, что их можно было арестовать. Ребят, извините, а в чем проблема? В чем проблема, да, ей же не сказали, что будет война. А дальше, выясняется, что вот уже было заявление, там, министра иностранных дел Лаврова, и председателя ВТБ, Андрея Костина, о том, что российские власти не просчитывали вариант ареста счетов, блокировки счетов Центрального банка и Минфина. То есть, когда была оценка тех санкций, которые могут ввести страны Запада, вот это они не приняли, так сказать, уже в самый последний момент, когда, видимо, там, решение о войне в голове вот этого воспаленного человека, оно материализовалось, и он начал выдавать какие-то задания, то вот опять это не просчитали. Не посчитали. То есть, видимо, он как-то им сказал, да, что они решили, что, ну, там, типа, захватим еще небольшой кусочек Донбасса, и какие санкции за это будут. Вот. Поэтому, вот почему эти активы заморозились. Почему они попали под заморозку. Вернут или не вернут, опять, вот, первое, закончить войну, второе, подписать соглашение с Украиной. После этого, снятие санкций и, там, разморозка активов. Всех активов, или сразу часть какую-то удержит, чтобы платить компенсацию Украине, это вопрос переговоров. В моем понимании, вот, ну, это там, там, если вести переговоры о снятии санкций, да, то, там, разблокировка счетов Центрального банка и Минфин, это одно из первых пожеланий российских властей. То есть, ну, скажем так, в первую тройку точно должно входить. Вот. А дальше, когда, на каких условиях, ну, война закончится, мирное соглашение с Украиной, соглашение о компенсации, а потом все остальное. Понятно. Перспективы неясны, но будем надеяться, что это произойдет как можно быстрее. Ну, мне кажется, что у нас получился достаточно наполненный сегодня эфир. И спасибо вам большое за то, что даете ответы, которые, в принципе, понятны каждому, кто нас смотрит, даже человеку, не обладающему какими-то познаниями, особыми экономическими. Заключительный вопрос. Сергей Владимирович, не могу вас не спросить, как соучредителя фонда Бориса Немцова, сегодня вышло расследование, Беллинкет и Инсайдер, по поводу того, что, оказывается, незадолго до гибели Бориса, за ним ездили те же самые ФСБшники, что катались и за Навальным в том числе. Видели ли вы расследование, что можете сказать? Данил, я только видел ссылку на него, я еще не успел прочитать, просто у меня в силу разницы во времени, сейчас утро, и я еще не успею, еще впереди. Но, собственно говоря, содержание, и вы его пересказали, и то, что оно в первых строчках, это содержится, ну, честно говоря, это уже, наверное, не удивляет. Там, скажем, самое важное из этого расследование, то, что, вот после того массива расследований, которые были сделаны Беллинкетом, и, как совместно, сказать, под кого травили, когда травили, куда летали, то, что там летали за Немцовым, уже, наверное, не удивляет. Удивляет то, что, ну, удивляет, обращает на себя внимание то, что вот следвежка за Немцовым прекратилась ровно за два дня. Да, это означает, что кто-то дал команду, типа, ребята, отвалите. Да, и на самом деле, там, вот эта проблема в том, что действительно наружного наблюдения за Борисом в этот день не было. Да, вот, и это говорит о том, что, вообще-то говоря, вот эта вот стыковка, да, связи чеченцев, которые, ну, были исполнителями убийства, и Кремля, или ФСБ, да, которые, вообще-то говоря, ну, до этого времени не прослеживалось, да, и была какая-то очень косвенная, мне кажется, что вот это и есть тот недостающий элемент в цепочке, который ведет к заказчику убийства, да, уже вот не бенефициару, то есть до этого, там, мы все говорили, я говорил, хорошо, да, что Путин является главным бенефициаром, там, я не знаю, был ли он заказчиком или не был, но теперь мы точно понимаем, да, что вот эти люди из ФСБ, они точно были соучастниками убийства, то есть они участвовали в том преступлении, которое было совершено в конце февраля, в конце февраля 2015 года, и мне кажется, что вот это самый важный момент из этого расследования. Совершенно с вами согласен, Путин убивает не только украинцев, Путин убивает и россиян, Путин это война, Путин это деградация, и это тот человек, которого необходимо остановить как можно скорее. Благодарю вас еще раз, Сергей Владимирович, за прекрасное интервью, мне кажется, что люди просто получили ответы на все вопросы, которые насущные, которые у них были в голове. Ну, а мы ждем вас, как уже зарекомендовавшего себя друга нашего канала «Популярная политика» снова в наших эфирах. Спасибо вам большое за то, что согласились на это интервью. Спасибо зрителям, до свидания, до новых встреч. Спасибо и зрителям, которые смотрели эту трансляцию, спасибо всем вам, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну, а меня зовут Новиков Данил, совсем скоро увидимся с вами снова. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok